Лукашенко поручил разработать ответ на размещение в Литве танков из США 22.1.22.2019 года, обновлено 22.48.22.2019 года, РИА Новости, Алексей Никольский, президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, Алексей Никольский, Минск, 22.00 РИА Новости, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать адекватный ответ на размещение в Литве танков и военных из США, сообщил госсекретарь Совета Безопасности Станислав Зась. В любой стране прорабатываются ответные меры, на подобные шаги РЭД. И глава государства поставил задачу госсекретариату, Совбезарет, и Министерству обороны внести предложение по реагированию на этот факт, приводит слова ЗАСЯ Белорусская телерадиокомпания. Он пояснил, что речь идет о прибытии в Литву подразделения американской бронетанковой дивизии, при этом местом дислокации выбран полигон по Абраде буквально в 15 километрах от границы с Белоруссией. ЗАСЯ отметил, что этот полигон является одним из самых крупных в Литве. Более того, американских военных до сих пор не было в стране. Он подчеркнул, что в этой ситуации нельзя быть просто наблюдателем. 12.02 РИА Новости Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется. Госсекретарь Совбеза обратил внимание, что эти действия предпринимаются на фоне растущей напряженности в регионе и мире, что влияет и на состояние безопасности. Нам это не надо. Пусть они сами принимают решения, сказал он. ЗАСЬ также вновь озвучила озабоченность белорусской стороны по поводу готовящихся масштабных учений НАТО, которые планируется провести весной 2020 года. Это одни из самых крупных учений за последние 25 лет. В них примут участие порядка 40 тысяч военнослужащих из 18 стран-членов НАТО. И при том около половины этих военнослужащих из США, напомнил он, обратив внимание, что во время учений планируется отработать вопросы переброски войск с территории США на европейский континент разными способами. Вчера, 12.23 рия новости. Военные инспекторы из Германии проверят воинские части в Белоруссии. Он также заметил, что эти масштабные учения пройдут на фоне нарастания противостояния между центрами силы, практики возврата к политике милитаризации, гонке вооружений. Военные расходы у всех наших соседей в последние годы растут. Мало того, что они больше, чем в Белоруссии в денежных единицах, и в процентах от ВВП, но они растут. То есть налицо милитаризация этого региона. Вот в такой ситуации планируется проводить учения, констатировал госсекретарь Совбеза. По данным «Спутник», Литва, танки и боевые машины для американского батальона, который будет дислоцирован на полигоне в Побраде на полгода, прибыли 21 октября в Литву. Чуть ранее в октябре в Балтийскую республику прибыли первые военные батальоны. Ожидается, что общее число военнослужащих сухопутных войск США, которые перебрасываются в Литву для сдерживания, обмена опытом и участия в учениях, превысят 500 человек. Все новости Беларуси читайте на сайте «Спутник Беларусь». 20 октября, 19.55 РИА Новости в Бресте стартовали совместные учения десантников из России и Беларуси.